МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телевидение всегда вызывало неподдельный интерес у тех, кто его смотрит. Почему многие мечтают стать репортером? Кому следует работать на ТВ? И главное, как попасть на экраны? Ответы на все волнующие вопросы выяснила Аделя Шамилова. Это телевидение, да. Это отдел жизни привидений, да. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение. Приезжайте срочно. Я хочу о нем поведать миру. Телевизионных школ в России существует достаточно много. Каждая предлагает свою программу обучения, и каждая находит своих учеников. Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ не отстает от своих иногородних коллег и очередной раз дает старт зимней республиканской телевизионной школе «Олимп». Однако проект отличается от стандартного варианта подобных школ. Как отмечают организаторы школы телевизионщиков «Олимп», это не обычный кружок телетворчества, а реальный практический опыт. В первую очередь школа «Олимп» – это профориентационный проект, и он направлен на то, чтобы дать возможность почувствовать, что же такое телевидение. Все-таки пройтись вот тут, вот зайти на студию – это уже что-то, да. Обучение в школе будущих телевизионщиков пройдут старшеклассники и будущие абитуриенты Казани. Здесь каждый мечтает поближе познакомиться с ярким миром телевидения. Казанский федеральный университет предоставляет ребятам такую возможность. Меня привлекает эта профессия своим расширенным кругозором, и вообще нахождение в этой сфере, именно вот это привлекает меня. Меня привлекает эта профессия тем, что ты находишься на экране, ты вещаешь новости, которые полезны для окружающей массы. Мне очень понравился ваш центр, потому что есть все оборудования для успешной работы в будущем, для телевидения. Трудно не согласиться, что профессия тележурналиста довольно притягательна. Отважные репортеры, эксклюзивное интервью, волнующие события. Помочь школьникам почувствовать себя будущим тележурналистом – вот главная задача школы. А после их творческая работа станет отличным дополнением к портфолио при поступлении в ВУЗ. Стоит отметить, что полученные навыки не единожды пригождались студентам, которые окончили телешколу «Олимп». Я в том году была в зимней школе «Олимп», и я случайно туда, если честно попала, но мне было интересно увидеть всю жизнь университет, смотри даже, это изнутри посмотреть. Именно это меня подтолкнуло пойти поступать, именно на телевидение, потому что сначала я горела желанием на печатную журналистику пойти. Именно после вот этой школы меня прям подтолкнуло, и вот я сейчас с удовольствием учусь. Самому молодому участнику школы всего 10 лет. Несмотря на свой юный возраст, он имеет довольно серьезные профессиональные планы на будущее. Ну, со скольки лет начал, я уже не помню, но я учусь. Учусь, ну вот. Ну, увлекаюсь я, снимаюсь в фильмах небольших, ну и сам снимаю. Работа школы продлится неделю, в течение которой участники попробуют себя в роли телеведущего, репортера и редактора-сценариста. Здесь каждому помогут окунуться в разнообразие творческих приемов, технических процессов, создания теле- и видеоматериалов. И, конечно же, приоткроют завесу тайны любимой профессии. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюс. Возможно ли запрограммировать организм человека? Современные генные технологии доказывают, что это вполне реально. Сегодня ученые разрабатывают различные генные препараты, которые, словно с флешки, на компьютер перекидывают в клетку человека, необходимую для выздоровления информацию. Недавно казанские врачи впервые в мире применили генный препарат, разработанный учеными КФУ, в лечении больных псевдоартрозом. Мы побывали в лаборатории, где создавалось лекарство будущего, и узнали все секреты у его создателя. Казанские ученые нашли новый способ лечения сложных переломов и псевдоартрозов. Специалисты лаборатории генной и клеточной технологии КФУ разработали уникальный препарат, который ускоряет рост костных тканей и сосудов. В первую очередь он поможет людям, страдающим псевдоартрозом. Проще говоря, это осложнение после перелома, в результате которого на костной ткани образуется нарост. Псевдоартроз лечат хирургическим путем, вживляя, например, деминерализованную кость животного, которую организм не всегда в состоянии принять. Казанские ученые предложили комбинированный способ лечения – внедрение деминерализованного костного матрикса в сочетании с генным препаратом. Принцип заключается в том, что мы вводим в клетку человека новую генетическую программу. Это как вставить дискетку. Клетка эту программу считывает и, согласно этой программе, производит тот или иной белок. В случае препарата для лечения псевдоартроза мы запрограммировали клетку для синтеза. Один белок вызывал рост сосудов, то есть ангиогенез. Второй белок вызывал рост костной ткани, остеогенез. Таким образом, мы стимулировали в месте травмы, то есть в месте, где нужно было заместить костный дефект, рост костной ткани, но в то же время и рост кровеносных сосудов, чтобы они поставляли питательные вещества, необходимые при любом процессе жизнедеятельности и особенно при регенерации. Многочисленные исследования на клетках и животных доказали безопасность и эффективность генного препарата. Он не вызывает побочных эффектов и годен для лечения людей. Пациенты Республиканской клинической больницы Татарстана первыми в мире опробовали инновационный метод лечения. Медики и ученые продолжают следить за их восстановлением. Проводятся исследования на отдаленных сроках. То есть мы смотрим, как хорошо эти пациенты чувствуют себя уже после операции, на значительных сроках после операции. Но предварительные данные показывают о высокой эффективности разрабатываемых нами технологий. В будущем мы планируем провести полномасштабные клинические исследования и надеемся, что уже на базе в том числе и университетской клиники медсанчасти КФУ внедрять подобные методы генной и клещной терапии в клиническую практику. Теперь в планах провести полномасштабные клинические исследования, после чего разработку ученых КФУ планируется внедрить в постоянную практику университетской клиники. Что ни минута, то свежие новости. О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, узнаешь в нашей традиционной рубрике «Веб-ньюз». Ревизора придет в Узовские столовые России. Уполномоченный по правам студентов в России Артем Хромов пересматривает стандарты студенческого питания. После успешно проведенных в Казанском федеральном университете съездов РОП Реал и Всероссийского общества политологов в Казани состоится аналогичный совет психологов. Примерная дата съезда 5-7 октября 2017 года. Известны итоги первого тура конкурса стипендиальной программы Владимира Потанина. Во второй тур и в число претендентов на стипендию в размере 15 тысяч рублей вошел студент Набережно-Челнинского института КФУ Алмаз Каюмов. Специалист-сомнолог университетской клиники Казани Лилия Шаги Ахметова узнала, почему сны спасают нам жизнь, и выяснила, что делать, если с вами произошел сонный паралич. В 2017 году будет продолжено создание парков. Наталья Фишман займется озерами Лебяжья, Кабан и Глубыми озерами. У центра семьи Казан состоялся зимний фестиваль активного спорта «Оранжевый ветер». В раках фестиваля в акватории Казанки прошли соревнования по сноукайтингу, в котором приняли участие спортсмены с разных городов России. До 13 января в Казани проходит интерактивная выставка будущего. Выставка включает зоны виртуальной и дополненной реальности, зоны роботов, тест-драйва и электромобилей, а также зоны управления предметами силой мысли и фото-зона с Дедом Морозом. В Москве завершился этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине «Биг Эйр». Лучшим в мужском зачете стал 18-летний татарстанский сноубордист Влад Хадарин. В Казани действует единственная в России школа «Санкан Будакай». Федерация объединяет все навыки древней школы телохранителей императоров. Здесь дети изучают древние навыки боевого искусства, начиная от рукопашного боя до защиты трезубцам. Учатся не чувствовать боль, даже удушение. 9 января большую часть населения России ожидал сильнейший стресс. В этот день жители Казани, как и многих других городов нашей страны, вышли после длительных новогодних каникул на работу. Как подготовить себя к рабочим будням, мы расскажем тебе в нашем следующем сюжете. Зимний праздник – это то, что ждет с нетерпением каждый житель нашей страны. Чтобы окунуться в суету праздника и отдохнуть немного от работы или учебы. Но лишь к окончании выходных мы начинаем задумываться о том, как же плавно вернуться в рабочий режим или влиться в колею предстоящей сессии. По словам психологов, первый трудовой день лучше начинать с уборки на рабочем месте. И посвятить делам, не требующим особого напряжения. Специалисты также рекомендуют составить список задач на ближайшее время и четко ему следовать. Это поможет мобилизоваться и сконцентрироваться. Наращивать нагрузки нужно постепенно и ни в коем случае не задерживаться в офисе сразу после каникул. Также стоит отметить, что одной из главных негативных черт, которая не дает нам вернуться в привычный образ жизни, это богатые застольями новогодние праздники, которые кардинально меняют рацион. Мы едим много сладкого, жирного и несовместимого. По традициям главного зимнего события – праздничный стол, богат жирной мясной пищей, соусом, майонезами. Но после череды длительного сна и неправильного питания наступает главная опасность Нового года – необходимость быстрого восстановления. Как с этим справиться? Как все же прийти в себя и начать правильно питаться? Это прежде всего как раз питание, здоровое питание, о котором мы сейчас как раз и говорим с вами. Это движение, двигательная активность. Вот опять же, по данным многих специалистов, достаточно в день минут 40 проходить пешочком. И это уже вот та достаточная активность для наших мышц, которая, в общем, будет действительно способствовать сохранению здоровья. А если возвращение на работу после хорошего отдыха раз за разом превращается для вас в форменный кошмар, то, возможно, вам стоит переоценить свою карьеру. Ведь когда работа нравится, то вы будете с нетерпением ожидать возвращения из отпуска. Особенно, если вы правильно настраиваетесь на переход от отдыха к работе. Диана Шилова, Руслан Уразаев, Универ Ньюс. А на этом все новости на сегодня. Тепла и новых ярких открытий. С вами был Оскар Галимов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok